Начинались читок пьеса, теперь играют полноценные спектакли. Режиссер Игорь Катасонов рассказывает, что его уместный театр существует в Самаре шестой сезон. Играют в формате антрепризы, то есть в постановках задействованы актеры разных театров города. Однако собственной площадкой для репетиций обзавестись до сих пор не получается. О проблеме режиссер поведал главе Самары Елене Лапушкиной во время встречи мэра с театралами в публичной библиотеке. Длительное время мы пребывали на площадке Самарского литературного музея, это горький центр. Но в последнее время наши пути с литературным музеем произошлись, и мы сейчас пребываем без своей площадки. Городские власти предложили задействовать для постановок Самарские ДК и библиотеки, которые сегодня активно преображаются благодаря нацпроекту «Культура». На аэродромную езжайте, да, вот там чистый формат. Хочешь лежа, как я говорю, хочешь сидя, хочешь под потолком, подиум, супероборудование, блэкаут, укладывайтесь, рассаживайтесь, смотрите, экспериментируйте, творите. Площадками, которые есть у нас, да, это наша ДК, там часть из них уже практически театра, уже практически такие готовые площадки. Ну тоже можно, Татьяна Викторовна, да. Не проблема. Пандемия, коронавирус и ограничительные меры сильно ударили по негосударственным театрам. Снизилось число зрителей, а вместе с ними и доходы. Елена Лапушкина призвала театральных деятелей активно использовать такую поддержку, как федеральные гранты. Я предлагаю этой формой пользоваться в данный период времени максимально активно, потому что вот на ближайшие полгода это, наверное, единственная возможность сейчас вас самих поддержать. Федеральную поддержку в тяжелый год пандемии впервые удалось получить муниципальному театру «Самарская площадь». Средства гранта пошли на новую постановку по рассказу Достоевского. Премьера состоится в театре уже в эти выходные. Это спектакль, который открывает для провинциального зрителя, наверное, малоизвестную играть Достоевского. Юмор, потому что я привыкла, что Достоевский – это вот там кроткая старушка у Вены. А вот детский театр «Кукол Лукоморье» с помощью грантов за несколько лет освоил уже 6 миллионов федеральных средств. На 2 миллиона рублей закупили новое оборудование. Активно идут постановки как для самых маленьких, так и для взрослых зрителей. Целый ряд премьер ожидается в этом сезоне во многих самарских театрах. На встрече с Еленой Лапушкиной актеры и режиссеры предложили организовать в городе фестиваль, на который смогли бы заявиться все театральные коллективы – от любительских до маститых, профессиональных не только из Самары, но и со всей страны. Все идеи и предложения детально рассмотрят. Светлана Кудрявцева, Константин Главин. События.